Около 500 артистов хора и солистов и музыкантов со всей России и зарубежья примут участие в самом ярком культурном событии осени. Наши корреспонденты побывали на пресс-конференции и узнали, что же ждет зрителей в этом году. Организаторы 25-го оперного фестиваля решили сделать юбилейную программу особенной. Зрители ждут перемены. На сцене только редко идущие произведения. Евгений Онегин, Пиковая дама, Борис Годунов. Мы очень часто исполняли эти спектакли. И поэтому у нас возникла такая идея обратиться к тому материалу, который для постановки оперы, который у нас никогда не шел. Традиционно в фестивале открывается премьерой. Опера Даницете, любовный напиток, новый спектакль для нашей сцены. Комическая постановка, казалось бы, с привычным сюжетом Альвино, насквозь пронизанная итальянским сюрреализмом. Сам сюжет, он, как бы, понимаете, на вот этом каком-то чудесном превращении строится вся коллизия такая сюжетная. И можно сказать о том, что то, что мы сделали, это тоже попытка отразить вот эту сюрреалистическую сущность, сущность этой, можно сказать, сказки со счастливым концом. Партии главных героев Бала Маскарада Верти исполнят артисты из Москвы. Уникальный проект «Четыре короля оперной сцены» привлек солистов из Швейцарии и Бразилии. А гости фестиваля Трупа Нижегородского государственного академического театра оперы и балета подготовили сложнейшую оперу Моцарта. Так поступают все. Тема, которая трогает Моцарт в этой опере, это неважно сколько прошло лет, тысячи, две тысячи, три столетия. Это взаимоотношения мужчины и женщины. И что из этого получается? Мне очень нравится такое выражение «игрались, заигрались и доигрались». Вот это примерно об этом. 29 ноября в галоконцерте можно будет услышать солистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. 2 декабря артисты нашего театра выступят для сельских зрителей в селе Порецкое. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика.